Всем привет, ребят! Сегодня будут мысли вслух. Это одна из моих любимых рубрик на канале моём, которую почему-то все очень сильно любят. Она для меня какая-то очень такая больная, потому что каждый раз, когда я снимаю видео мысли вслух, это меня ранит в сердце, если так можно сказать. Я как-то слишком много вкладываю в это душу, 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 душу. И потом, когда я монтирую на монтаже, мне очень сложно. Хотя, по сути, я такие видео не монтирую никогда. Сегодня будет очень такая важная для меня тема, которую поднял карантин, если так можно сказать. Из-за того, что у тебя остаётся слишком много времени свободного для размышлений, которые я трачу на самокопание, самоистязание, самоуничтожение и прочие разрушительные процессы, мне от этого, конечно, сложно. Почему так происходит? Как мы уже с вами решили это от избытка времени, времени очень много, и я трачу его на это. И на карантине у меня пришло осознание того, что я проживаю свою жизнь не так, как я хочу. Это очень сложно. Я не буду сейчас плакать и рыдать, хотя в душе я рыдаю, если честно, потому что я считаю самое страшное, это проживать свою жизнь не так, как ты хочешь. И даже не то, что ты проживаешь не так, как ты хочешь, понимание того, что ты проживаешь её не так, и продолжание этого проживания. То есть я понимаю, что я делаю какую-то хуйню, откровенно, да, и продолжаю её делать. И от осознания того, что ты делаешь дерьмо и понимаешь, что это дерьмо, и продолжаешь это делать, очень тяжело. Честно говоря, у меня нарушился сон, у меня нарушилась жизнь, нарушился мой режим, потому что я осознанно делаю себе плохо. И я не знаю, что может быть хуже, чем осознанное такое саморазрушение. Я сюда никто не ссал, до того, как я сюда села. В чём основная грусть моей жизни? Не знаю, я думаю, такое состояние было у каждого человека, когда ты принимаешь какое-то решение, и ты заведомо понимаешь, что это решение для тебя неверно. Оно принесёт тебе какой-либо урон, тебе будет это два хуже. И как бы сильно ты не хотел сделать то, что ты делаешь, возможно, этого делать не надо, потому что результат твоего действия сделает тебе плохо. Счастье будет очень быстрым, как вспышка света, как фейерверк, далеко не перманентным, секундным. И эта секунда потом обойдётся тебе долгими часами, днями, неделями, месяцами, годами, возможно, страдания и самокопания. У меня такое постоянно. Когда ты живёшь жизнью и понимаешь, что это не твоя жизнь, это не то, что тебе надо, ты это понимаешь, и ты продолжаешь дальше жить этим дерьмом, которое вообще не твоё. И в эти моменты ты просто себя ненавидишь, ты ненавидишь себя, ты не понимаешь, почему ты так делаешь, почему ты не можешь ничего изменить, почему ты настолько слаб, что не можешь взять топор, образно говоря, и обрубить всё к чертям. Я на самом деле очень сильный человек. Я могу говорить пока, я могу говорить нет, я могу говорить да очень чётко. И я думаю, это заметно по другим моим видео. Я очень в этом плане эгоистична. Первое, о ком я думаю, скорее, наверное, это я. Я думаю о своих интересах. Но иногда бывают моменты, когда ты начинаешь затупливаться, потому что ты слишком хорошо относишься к каким-то людям, ты не хочешь нанести им вред, урон и так далее, и ты начинаешь гнить в каком-то болоте, чтобы не сделать кому-то плохо, потому что ты действительно ценишь этого человека и не хочешь его обидеть. Вот ты не хочешь. Ты можешь быть самым плохим человеком на земле, но это относительно. В каждом из нас есть разные грани. Грани позитивные, грани негативные. Мы не можем быть конкретно негативным персонажем, злым, я не знаю, джокером, просто говоря, во всём есть свои грани, и позитивные, и негативные. И мир не чёрно-белый, он цветной. В этом вся сложность. И на карантине, лишившись своего главного хобби, то есть работы моделью, лишившись возможности свободной продвигаться и путешествовать, меня это всё глобально пригрузило, я ощутила это максимально сильно. Ощущение того, что ты не на своём месте. Если у вас было такое чувство, скажите мне, пожалуйста, как вы это пережили, и пережили ли вы его вообще? Хочу плавно перейти в раздел, который я называю мечта. У каждого из нас есть какая-то мечта. Возможно, мечта жизни, самая главная цель, которой мы движемся на протяжении всей жизни. Она бывает разная. У кого-то мечта это, я не знаю, завести семью, детей, здоровые отношения, стабильность. Вот такая вот для кого-то рутинная бытовуха, а для кого-то единственно верный вариант жизни. У кого-то мечта это признание, завоевать внимание, доверие тысяч людей. У кого-то мечта это реализовать свои способности и таланты. У всех свои мечты это нормально. У кого-то они более материальные, у кого-то они более ментальные. И никакая мечта не должна быть осуждённой. Потому что мечта на то и мечта. Она имеет право быть любой, какая бы она ни была. И у меня мечты всегда были очень глупыми, я считаю. Они очень глупые. Я бы хотела себе более простую мечту, когда ты можешь поставить себе цель, расписать планом, что ты должен делать, чтобы приблизиться к ней. Допустим, если я хочу стать, я не знаю, блогером-миллионником, я себе пишу. Я хочу быть миллионником. Я пишу, что мне это для этого сделать. Каждый день делать фото, каждый день снимать видео, заказать рекламу, делать то-то-то-то-то. И у тебя есть какая-то постановка своей реальности. Правильно? Правильно. Это всё очень легко. Есть мечты конченые, как моя мечта. Я мечтаю о лёгкости, о долбанной лёгкости. Я хочу просто, чтобы мне было легко в жизни. У меня есть отдельное видео на тему лёгкости. Я хочу, чтобы в моей жизни был человек, с которым мне будет легко, как будто я, не знаю, голая, без одежды, свободная. Я могу говорить на любую тему, могу делать то, что хочу. И это будет максимально естественно и легко, как будто ты находишься сам собой. Я хочу просто иметь свою родную душу, с которой я буду максимально свободна и открыта. Вот такая вот у меня конченая мечта. У меня есть миллион, миллион у меня есть классных людей, идеальных, хороших, добрых, самых лучших друзей, самых честных, открытых, преданных. Вообще, у меня такие классные друзья. Я так благодарна жизни. Я действительно одарена прекрасными людьми, прекрасными. Но мне не хватает вот этой крупинки, самой главной, родства душ. Конченого родства душ, который я ищу. Сижу сейчас тут в кирпичах, в моче возле туалета, говорю про родство душ. Добрый вечер, ребят. Не хватает. Это моя ахиллесовая пята. У каждого есть больная точка, вот моя больная точка. Меня сложно ранить, я очень толстокожая, я привыкла быть раненой, обиженной. Меня обижали, мне делали больно в моих первых отношениях, в школе, друзья, еще что-то. Я привыкла к боли, но... И меня это уже не задевает. Но у меня есть вот эта пятка ахиллесова. У меня она где-то тут, и эта пятка называется soulmate. Вот так пафосно. Которого у меня нет. У меня есть очень родные мне люди, да, но чего-то не хватает. И факт того, что я живу, я не ощущаю, и порой, что я живу. Я ощущаю иногда, что я существую. У меня хорошая жизнь, я встаю, я делаю какие-то дела свои, я пью вкусный кофе, я ем вкусную еду, я чувствую благодарность за все, что у меня есть. Но у меня нет того, чего больше всего жаждет моя душа и сердце. От этого я чувствую себя очень плохо. На самом деле, я в последнее время пила антидепрессанты очень долго, я не пью их уже месяц, потому что у меня не было таблеток. Сейчас, вернувшись в Украину, у меня снова появился рецепт, я снова приобрела таблетки, но я не начала их пить, пока я не уверена, хочу ли я их пить, потому что я хочу справиться самостоятельно с проблемой. Хотя проблема у меня есть, и не факт, что без медикаментов я смогу ее решить. Такой вероятности нет. То есть может быть так, может быть не так. И факт того, что ты болен вроде бы как, и для многих людей твоя болезнь это не проблема, ментальные болезни люди не воспринимают как проблема. Для всех это ха-ха-ха, хи-хи-хи, а это серьезные проблемы. Когда ты не здоров ментально, ты не здоров никак. Вот сейчас карантин, я сижу, я знаю, что я в режиме самоизоляции, и я нахожусь в пределах двух километров от своего дома, я не нарушаю никакие правила. У меня в кармане маска, где она? Сейчас я ее найду. Не помню, в каком кармане. Вот, у меня в кармане маска, я не нарушаю никакие правила, не общаюсь с людьми, я придерживаюсь дистанции какой-то, но я ощущаю себя очень пусто. И этот карантин олицетворяет мое состояние души. Вот что вокруг много всего, много места, и нет никого, ты один сидишь. Один вокруг, вот один, 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 никого нет. И это состояние настолько угнетающее, что ты даже не до конца не можешь выговориться кому-то. Ты хочешь поделиться с своим другом, а потом думаешь, наверное, даже для друга это слишком лично, вот это твоя проблема. Ты хочешь побороть себя, а не получается. Для многих людей в ютюбе очень депрессивный персонаж, который у всех ассоциируется с депрессией, страданиями, антидепрессантами, болью. Но я не являюсь таким человеком, которого вы видите, я очень жизнерадостна и позитивна на самом деле. Просто у меня есть такие вопросы, которые я не могу решить, и меня это очень угнетает. Я хочу в Барселону на пляж походить. Я бы просто хотела пройтись по Барселону идти. И я всегда мечтала о машине времени, я всё ещё о ней мечтаю. Время я слушаю очень усиленно группу Pink Floyd, это группа моего детства, и эти песни как-то пробирают меня сквозь кости до дрожи, пронзают в моё сердце. Я не знаю, какую аналогию провести, но они мне очень, очень резонируют в моей душе. Действительно, в последние дни песни Pink Floyd — это моя радость. Это такое экспресс-разговорное видео, непонятно о чём. Просто реально непонятно о чём. Я села и рассказываю вам... Рассказываю какой-то бред. Я очень рада, что у меня есть такая аудитория, которая слушает мои бредни, мои душевные истязания, копания, и принимает это. Принимает меня такой, какая я есть. В жизни не всем так повезло, как мне. Я скоро уже буду идти домой, потому что я вышла в магазин, и решила снять видео наедине с собой. Кстати, я хочу заодно посоветовать книгу. Мне очень нравится книга Марка Аврелия, и, по-моему, кто-то ещё в соавторстве. Книга называется «Наедине с собой». Это что-то а-ля философии, но, в общем, очень интересная книга, которую я советую всем по прочтению. Я, как и обещала, сниму обязательно видео про марафоны, про упражнения, я ничего не забыла. Просто я сейчас немного в ментальной яме, очень подавленно себя чувствую, но я не пропадаю. Я уже перешла в момент, когда ты пропадаешь, когда тебе плохо страдаешь, закапываешься в яме. Я буду продолжать делать то, что я делаю, потому что это меня отвлекает. Надеюсь, в вашей жизни нет таких ощущений, как в моей, что ты делаешь что-то. И понимаешь, что это дерьмо, и неправильно, и продолжаешь это делать. Потому что это самое ужасное чувство, которое просто съедает тебя изнутри.